Еще два казахстанских региона скоро можно будет назвать кладбищем для обломков ракет. В Министерстве по инвестициям и развитию решили сместить траекторию падения отделяемых частей ракет-носителей «Союз». Теперь космические обломки будут падать с неба в Кустанайской и Актюбинской областях. За это Россия готова заплатить. О какой сумме идет речь и как жители регионов отнеслись к такому известию, расскажет Тимур Ермашев. Если прежде фрагменты ракет-носителей «Союз» падали в район Джисказгана, то теперь область падения смещается на запад. По планам Министерства по инвестициям и развитию отделяемые части «Союза» будут рассыпаться над территорией в 63 тысячи гектаров. Это земли Женгильдинского района Кустанайской области и Иргизского района Актюбинской области. Стоит отметить, что в отличие от ракет-носителей типа «Протон» в «Союзах» не используются в качестве топлива ядовитый гептил. Эти космические аппараты летают исключительно на керосине. Тем не менее, реакция самих жителей, выделенных под ракетное кладбище регионов, оказалась весьма предсказуемой. Люди возмущены тем, что подобные решения принимаются без их участия. В общем-то, это ненормально, когда людям на голову что-то падает. А так, я думаю, должны как-то этот вопрос тоже решать. Как такое вообще могли допустить вообще, чтобы азербайджическим районам у нас падали? Мало ли что упадет там сверху. Нежелательно бы, конечно. Согласно информации все того же Министерства по инвестициям и развитию, Россия будет платить за предоставляемые неудобства по 460 тысяч долларов в год. Или чуть больше 155 миллионов тенге. Причем ведомстве хотят пустить эти деньги в бюджеты тех самых районов, куда будут падать обломки. Если все пойдет так, как обещают чиновники, то уже через несколько лет местные жители могут получить, к примеру, 6 насосных станций для обеспечения питьевой водой, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 5 котельных или, например, один физкультурно-оздоровительный комплекс. И все это за деньги, полученные за один год. Правда, общественников такая арифметика все равно не впечатляет. Керосин авиационный, космический, это тоже не манна небесная. Это тоже вред, тоже вред экологии, понимаете? Поэтому сами эти металлы, вы думаете, там нет вредных веществ? И дело даже не в этом. Каждый запуск ракеты – это разрушение озонового слоя. По предварительной информации, первые падения отделяемых ступеней могут начаться уже в следующем году. В общей сложности в потенциально опасной зоне окажутся около 30 тысяч жителей. Ведь гарантии того, что обломки будут падать вдали от населенных пунктов, никто дать не может.